Придерживаться железных рамок закона отныне придется казахстанцам, передвигающимся на малом электротранспорте. С 30 августа текущего года вступает в силу закон, предусматривающий наказание в виде штрафов, лишения прав и ареста за нарушение правил движения. Соответствующий указ был подписан главой государства. О том, как не стать нарушителем, смотрите в нашем следующем материале. По букве закона теперь по тротуару или пешеходной дорожке допускается движение электросамокатов со скоростью не более 6 км в час. Также предусматриваются права и обязанности водителей малого электрического транспортного средства и электрического самоката. Устанавливаются запреты для водителей, мопедов, велосипедов, малых электрических транспортных средств и электросамокатов. Президентам подписан закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации дорожного движения. Хотел обратиться к гражданам и жителям Кустанайской области по поводу новых поправок в некоторые законодательные акты, подписанные главой государства 30 июня 2023 года, согласно которым внесены поправки в закон о дорожном движении, согласно которым электрический самокат теперь приравнен к транспортным средствам, но вводится в действие, вступая в законную силу, 30 августа текущего года. Согласно данным поправкам, водителям электрических самокатов запрещается ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой, перевозить пассажиров, перевозить грузы, поворачивать налево или разворачиваться на автодорогах, имеющих более одной полосы в сторону движения, также буксировка мопедов, электрических самокатов, велосипедов, пересекать проезжую часть дороги по пешеходным переходам, находясь над транспортным средством, передвигаться в темное время суток без светоотражающих элементов. При этом водители электроскутеров обязаны находиться в мотошлеме при управлении, а также иметь при себе водительское удостоверение любой категории. За нарушение правил передвижения на самокате казахстанцам грозит штраф в размере 5 МРП. Это 17 250 тенген. Если же самокатчик совершит наезд, его ждет наказание вплоть до ареста. Кроме того, внесены поправки, где перечислены основания для остановки и проверки документов водителя данного электротранспорта. Все это теперь в рамках закона о дорожном движении. Водителям электросамокатов разрешается осуществление езды на велодорожках, на тротуарах, а также по правой стороне автодороги, ну так же, как и перечислено, с соблюдением мною перечисленных запретов. Это поворачивать налево, не создавать аварийную ситуацию на дорогах. С начала текущего года на территории области совершено 12 дорожных транспортных происшествий с участием мототранспорта, в которых погибло 2 человека и 14 получили ранения. Из которых 8 фактов в городе Кустанай, 2 факта в Кустанайском районе и по одному факту в Алтенцаринском и Карабалукском районах. По видам ДТП преобладающее количество это столкновение. 7 фактов. 1 факт наезд на пешехода, 2 факта наезда на препятствия и 1 факт опрокидывания. Закон был инициирован депутатами Мажелиса на пленарном заседании в конце июня. Основной целью документа является устранение существующего правового пробела и введение законодательного регулирования вопросов эксплуатации малых электрических транспортных средств, а также электрических самокатов. Кроме того, законом вводится государственная монополия на изготовление свидетельств о государственной регистрации транспортных средств, водительских удостоверений и государственных регистрационных номерных знаков.